Девушка с необычным именем Серафима просто обязана быть известной. Детство актрисы было окутано атмосферой сказки, ведь отец девочки совмещал серьезную должность журналиста с работой писателя детских книг. И как несложно предположить, так или иначе, все его персонажи были похожи на любимую дочь, которая с радостью слушала рассказы отца. Книжные переуплощения и живой природный артистизм девочки вдохновили ее на покорение театральной сцены и съемочных площадок кино, сделав из нее востребованную актрису. Серафима Низовская родилась 5 марта 1981 года в Ленинграде. Девочка росла в семье филологов и творческих личностей. Отец нередко любил ходить всей семьей в театры, оперы, музеи и на выставки. Девочка росла мечтательным и приятным ребенком, но безумно стеснялась своего необычного имени. Низовская даже требовала у своих родителей и младшей сестры Софии называть ее Леной, но на уговоры повелись лишь сестра, которую она в ответ величала именем Зульфия. Только к моменту получения паспорта Серафима наконец осознала всю прелесть своего редкого имени и полюбила его всей душой, отказавшись от идеи сменить его на Елену и Лидиану. Родители видели свою дочь известной пианисткой и с детства отдали ее заниматься в музыкальную школу. А несколько позже по собственной инициативе Низовская поступила в театр юношеского творчества, где ей предложили роль в спектакле «Снегурочка». Театр полностью обслуживала со своими силами, поэтому дети нередко брались и за другие профессии, помимо лицедейства. Так, когда Серафима поняла, что долгие репетиции и заучивание монологов ее утомляют, она стала помогать с гримом. Творчество гримеров настолько увлекло ее, что она трудилась в этой сфере целых 4 года, прежде чем покинул театр. Когда будущий артистке шел 13-й год, семья Низовских переехала в другой район. Девочку отдали в школу поближе, базирующуюся при футбольном обществе «Смена» и была ориентирована на спортивную карьеру. В новом классе оказалось множество молодых футболистов, среди которых был известный ныне игрок Андрей Аршавин. Тем не менее, спорт вовсе не привлекал юную артистку, она планировала получить серьезную основательную профессию после школы. В 11-м классе Низовская готовилась к поступлению на экономический факультет, но незадолго до выпускного познакомилась с Ольгой Медынич, которую ныне многие телезрители знают как звезду скетч-шоу «Женская лига». Подружки захотели учиться вместе и как компромиссный вариант выбрали театральный вуз. Серафима подала документы в Академию театральных искусств, но не прошла отбор. Через год она вновь попыталась поступить в театральный институт, на этот раз в Москве. В столицу девушку ожидала разочарование, так как конкурс на место оказался огромным. Низовская вернулась домой и снова пошла в Государственную Академию театральных искусств. На этот раз попытка актрисы увеличалась успехом, и Серафима стала учиться на актерском курсе. Диплом актрисы кино и театра Серафима Низовская получила в 2003 году. Юную артистку заметили и пригласили в театр-приют комедианта. Руководитель взял ее в свою труппу. Здесь девушка получила первый настоящий театральный опыт, сыграв трех постановок. В конце года Низовская приняла решение переехать в Москву, где были более перспективные условия для начала кинематографической карьеры. Артистка сразу полюбила столицу за ее красоту, погоду и ритм жизни. Выросшая в дождливом Санкт-Петербурге, девушка постоянно болела простудой, а Москва стала для нее настоящим спасением. Тем более, что именно здесь находился один из театров, о работе в котором Низовская мечтала с 17 лет – театр Станиславского. Фортуна оказалась на стороне Серафимы. Талантливую актрису легко приняли в труд, где буквально сразу предложили главную роль в комедии «Таланты и поклонники». В этом театре артистка работает и по сей день. Первым шагом в кинематографе для Серафимы стали съемки в студенческом, в короткометражном фильме «Пролился томатный сок», где Низовская сыграла роль девушки по имени Сима. Красивую, но малоизвестную актрису звали на простые роли второго плана. Ее появление на экране было эпизодическим, а некоторые героини даже не имели имен, как, например, образ девушки из картины «Невестка». Помимо ролей в кино, в 2004 году Серафима дебютировала в качестве ведущей государственной лотереи «Спортлото». Эта работа, не требующая актерских навыков, сделала Низовскую узнаваемой. Люди на улице брали у нее автографы, а режиссеры приглашали на гораздо более заметные разноплановые роли. Первой успешной ролью актрисы стал персонаж Елены из популярного телесериала «Солдаты». Девушка появилась в 13 сезоне картины, которая стартовала на экранах страны в 2007 году. Несмотря на то, что персонаж был второстепенным, Елена невероятно полюбилась зрителям. Они с замиранием в сердце смотрели за развитием ее сюжетной линии, что позволило руководству канала продлить контракт с актрисой еще на несколько сезонов. Сама артистка в восторге от своей героини, с которой имеет некие схожие черты характера, в частности упрямство и стремление сделать все по-своему. Большую популярность Низонской принесло участие в сериале «Молодежка» в роли матери одного из главных героев картины. Образ получился настолько удачным и достоверным, что Серафима с удовольствием продолжила съемки в многосерийной картине, когда ее продлили на следующий сезон. Если говорить о личной жизни, то со своим мужем, продюсером и журналистом, Сергеем Кишишевым, Серафима познакомилась на съемках программы «Спорт Лото». Он снимал другую передачу в смежном павильоне. Между ними завязался роман. И уже через два месяца влюбленные сыграли свадьбу. В 2006 году у супругов родился сын Гектор, но их союз оказался невечным и супруги расстались. Четыре года спустя у Серафима появился второй сын – Савелий, отцом которого является актер Виталий Кудрявцев. Продолжение следует...